Хочешь кушать? Так ты не моги тронуть этого маленького, нехорошего мальчика, сказал по-другому, или девочку какую-нибудь, которая глумится над человеком, у которого диплом, который работает, а у него функцию воспитательная дня. Ты только прикоснись к этому оболтусу. Это тебя сукрыют, это тебе из школы. Что за шведская модель? Что за чушь собачья? Я понимаю, что многим хочется жить тетей с двумя дядями. В Швеции это как принято, потому что один дядя, обычно он и тетя заодно. И вот поэтому сказать, тут у каждого, как говорится, у нас своя культура, своя страна. И поддерживать ее на своем уровне хотя бы, хотя бы пытаться соответствовать вот этому камертону, который дал Корчанин. Мало того, я же вам сказал, что мой брат, он 10 лет был прикован к постели, более умилен. Я что, знал, что я был бы Корчагином? Когда Корчанин в шестой серии, он прикован к постели. Когда моя мама с папой увидели этот фильм, я никогда не забыл. Когда я был у супруги, потому что уже малыши мои, близнецы, им там уже полтора годика было, и звонок в дверь, я открываю, буквально там 10 минут закончилась шестая серия, и мамочка стоит, она небольшого росточка у меня была, папенька за ним. И вот они стоят, мамочка, никогда не забуду, высочайшую для меня оценку, когда маму на так платочек сполз, никогда не забуду, и она так свои руки протянула к моему лицу, поцеловала меня и сказала, спасибо, мальчик мой, дорогой. Всё, и я разревелся. Понимаете, потому что слёзы, вот эти слёзы, это проявление катарсиса, потому что всякая слеза, она очищает не только глазную оболочку, но и сердце омывает. Даже если оно заскоружло, это очень важно понимать. Поэтому вот задача искусства. Потому что мультипульсы, ой, там про войну, танки нарисованные, смотрят, а ты, бац, шли, солдат, я чуть по гусенице танка не погиб, сердце не спасать. Потому что ни рация, ничего, всё по команде флажками и так далее. А мы же, танкист, тебя не видят, меня последняя сцена чуть ли не задавила. Понимаете, поэтому это было кино. А сейчас нарисуют что-то, главное тётью положить на брус, перцать, что-нибудь с ней сотворить. Вот это же, блин, три копейки стоят. А вот в мультипульсе, ой, потрачено столько денег, у нас здесь армада, это чушь собачья. Она меня не убеждает. И вообще я люблю советскую мультипликацию. Вот так. Друзья, меня зовут Галина Бликанова. Карбановая фамилия Тюрина. Я советик по культуре Сергея Михайловича Миронова. Об этом в новой книге, как и во всех других, по-моему, да, Владимир Алексеевич? Обязательно есть благодарность. Она звучит так. Автор благодарен замечательным людям, моим дорогим друзьям. Вячеславу Адамовичу Зооренкову и Сергею Михайловичу Перунову. Спасибо. Спасибо, Сергей Михайлович. Он собирался сегодня здесь быть, но что-то задержало его. И это не случайно, потому что к тем ипостасям, которые Конкин сегодня демонстрирует, на высочайшем уровне, Конкин актер, Конкин писатель, но Конкин еще и Конкин тригон, и настоящий политический деятель, вот без всякого такого иронического подтекста. Понимаете, вот там, где появляется Конкин, там у нашей партии, а я работаю в партии «Строидной России», у нас там увеличивается число сторонников, потому что Конкин умеет за нашу партию не просто агитировать, он умеет вербовать сторонников нашей деятельности. Что, что ли, нет? Вербовать правильное слово, нормально, он умеет вербовать. Да, я думаю, что не уговорилось, я именно две хотела сказать. Вообще-то у меня сегодня был выбор, и вот в эти минуты я должна была находиться в театре, который сейчас называется «Гоголь-центр», там работает моя подруга, но с тех пор, как театр «Гоголь» стал «Гоголем-центром», она на сцену не выходит, она просто предупредила Кирилла Серебренникова, что она, как верующий человек, она не может играть вот в таком раме спектаклях, но сегодня она меня всячески зазывала, потому что новый спектакль, модного режиссера, очень много было рекламы по телевизору, это я видела, читала, но у меня как всегда вопрос. Наташа, было, и мужики бегают, но говорят, что только один. Я говорю, не пойду. Но сначала до конца. Нет, я говорю, я пойду слушать Конкина, и я не ошиблась, потому что Конкин, он не только трибун, я бы назвала его «человек-повествующий», он умеет вот создавать такую атмосферу, в которую погружаешься, и классики наши любимые, упоминаемые здесь Тургенев, и Турчик, нечаянно обронили фразу Турчева, понимаете, вот в эту атмосферу возвращаешься, как будто они к нам приближаются, а мы к ним. И, конечно, мне в первую очередь вспомнились мои любимые тючевские строчки. «Чему бы жизнь нас не учила, а сердце верит в чудеса, есть нескудеющая сила, есть и нетленная краса». Вот вы должны все время быть об этом, должны это помнить, и как радостно видеть, что есть проводники вот в этот мир, где нетленная краса и нескудеющая сила. И они сами олицетворяют собой и эту силу, и эту красу. Владимир Алексеевич, дорогой, спасибо тебе, прости, что я на ты, но мы так давно дружим, так давно знакомы. Спасибо тебе, что ты с нами, что ты никогда не отказываешься, что ты в любую глухомань готов ехать и говорить про нас, и про жизнь, и про искусство именно так, как и нужно. Вот спасибо тебе за этот верный тон, вот за эту интонацию, да, ныне теряемую. Но вот сейчас ты здесь тючевскую интонацию возродил. Спасибо тебе. Спасибо вам большое. Если, как говорится, нет больше вопросов... Есть, да? Можно, да, пожалуйста, 10 вопросов. А то время. Владимир Алексеевич, спасибо вам огромное за то, что вы, так сказать, оказали вам огромную честь и радость. Мы все очень любим вас. И, знаете, все-таки вот замечательная книга, и вопрос у меня будет о женщинах. Какое ваше пожелание женщинам? Чем женщины современные отличаются от женщин вашей молодости? И, ну, что бы вы хотели все-таки посоветовать молодым девушкам, да? Ну, вот вы вот правильно говорите, что вот эти вот все эти селфи, эти оголенные кубки, они, конечно, все пускай насмотрятся, но он ваш или нет? Вообще, ваш вопрос весьма сложен. Он непрост. И наверняка тут одной фразой не отделаешься. А нас уже начинают предупреждать, что время наше, к сожалению, завершается. Но, тем не менее, моя супруга, покойная, мы 40 лет прожили вместе, она, к сожалению, ушла из жизни 9 лет назад, она была дочерью моей классной руководительности. Здорово? Здорово. Мой папа председатель политического комитета. Моя будущая теща, значит, с папой там решали, как вечера сделать там и так далее. И когда я поступил в театральное училище, был традиционный сбор, я пришел с папой, и такой носик показался, носик, носик. Это, оказывается, дочь Зои Семеновна. Она была так скромна, что только носик, и чуть-чуть я увидел какой-то там чуть-чуть планеты. И все, она принесла тебе и ушла, и больше не появлялась. И когда через год я пришел, один без папы, на традиционный сбор, я уже был почти что опытный, у меня уже была там сцена в массовках в нашем академическом театре, и я уже кое-какие рассказы знал из театральной жизни, уже был такой чуть-чуть поднаторевший и посмелее чуть-чуть. И я начал какие-то истории рассказывать, папа ее умирал с озвуху, мамонская, добилась чаем. И слышу так, сзади дверь, так... Ну не кошка же это мяучит. И я смотрю, что эта головка с этим носиком, с этими меланитами пошла, и с чем-то остапа понесло. Понимаете? И вот это ее скромность, притом, как вам сказать, это не ханжеская скромность. Нет, нет, нет. У нас тогда девочек было больше в России, и это культивировалось. Это еще от тех времен наших, когда, извините, я сегодня уже говорил о Гегельсе, но в данном случае об Адольфе Петровиче, об Адольфе Гитлере. он сказал, что Россию разрушен только тогда, когда у них не будет целомудренных девушек. Потому что, когда наших девушек с Украины, с Белоруссии, с России сгоняли, стадами сгоняли в эти резервации и прочее, на всякие утехи, они были практически все целомудренны. Вот в чем разница. Я понимаю, время меняется. И всегда были Адюльтеры, и всегда были какие-то спонтанные влюбленности, и пояс на той существует с отдельным купе. Всякое бывало. Я не про себя. Это по рассказам, более опытных товарищей. Поэтому, мне с моей точки зрения что-либо советовать сейчас, мне кажется, это тогда проявить себя старым безмозглым ословом. Я не хочу быть ословом. Во-первых, у меня фамилия Лошадинь. Понимаете? Поэтому ословом я быть не хочу. Потому что то, что я вот уже в намеке сказал, что бы хотелось сохранить в нашем Отечестве, ну, при сегодняшней ситуации жизни вряд ли возможно. Потому что культивируется разнувшенность. Уже если детям, там, так сказать, 7-8 лет уже говорят, что такое дядя, чем тетя отличается от дядя, это что это такое? Ну, всему свое время. Всему свое. Чего пичкать? Это что, знание? Но зато муму от каштанки. Они даже не знают, что это такое. А уж про белого пуделя вообще я не знал. Понимаете? Поэтому в данном случае скорбь моя велика весьма. У меня 5 внуков. Старшему внуку уже 22 года. Глеб, он единственный мальчик. Остальные все. И самая маленькая от дочери, ее зовут Калиса, и ей 10 лет. Она полтора года жила в моем доме. Мой дом не даст Леонид Васильевича собрать. И Елена Игоревна, и мои друзья. Это музей. Там огромное количество настоящей живописи. Там прекрасная библиотека. Там чудесные мебели. Говорю, не хвалясь, не об этом речь. Потому что это от праччуров. А я увеличиваю. Потому что это мой мир. Я хочу в нем жить. Он меня устраивает. Я в нем комфортен. Так вот, Алиска Калиска полтора года прожила у меня. Она ни разу не спросила в комнате у меня отдельная большая комната. Я ее называю Мэморики. Где у меня фотографии и портреты всех моих прачуров. Смердину там 230 лет. И бабушки, прабабушки фотографии и так далее. Хоть бы раз она поинтересовалась кто это. Я бы уже, наверное, маме с папой руки подрывал. Потому что это интересно. Огромное количество месит и так далее. Мало того, я как-то один раз дерзнул, думаю, ну что ж такое, она мне ни о чем не спрашивает. Она живет в этой комнате и ничего. Ну, что это такое? И вот. И я говорю, вот это вот, это я вот. Видишь, вот это я. У нас свадьба с твоей бабушкой, материалом. И вот она, видишь, принесет платье таком красивом. Это я в бабочке, в смокинге, так сказать. 71-е годы, что был смокинг. В Советском Союзе все было. Вот. И вот, как тебе? Вот и вся реакция. Вот тут. Ёлки-малки. То есть я и цикуту, что ли, в грудь засунул? Или в глаза там помыл серной кислотой? Я не знаю. Но не воспринимают они уже. Это трагедия. Я не стал бы об этом говорить. В конце концов, я не на исповеди у священника, коим, он сказать, принадлежат все мои думы и сомнения, и слезы, и радости. Но в данном случае я вас уважаю. И я думаю, что у многих из вас на сегодняшний день подобные ситуации возникают. Или, сказать, не дай бог, что возникнут, но возникнут. В связи с течением сегодняшней жизни возникнут. Когда, извините, пожалуйста, если девочке там 13 лет, ей уже очень чего-то хочется взрослого, и оболтусу, так сказать, примерно столько же, и они замышляют, что папаша с мамашей зажились вообще-то на белом свете. Надо из папаши шашлык, а нет, он жилистый. Папашу с балкона, а из мамаши шашлык. А чтоб квартирка была, квадратный метр. Они не понимают, что нужно трудиться, чтобы это было. Вот трагедия. И в конце концов, я никогда не был глупым человеком, как мне казалось, возможно, господи, я сплуждаюсь, что это возраст, вот это возраст. Но, в конце концов, помолк себе был гораздо умный. И супруга моя слова лишнего никогда не говорила. Ее все обожали. Где бы она ни появлялась, она перевозчиком никогда не работала, потому что не было надобности в этом. Она занималась с детьми, и когда были у меня какие-то заграничные командировки или по стране гастроли, была возможность, я ее брал с собой, и сыновей, и все. Она была тиха. Но в этом и заключалась ее мудрость. По большому счету, вы, наверное, обратили внимание, что, несмотря на свои весьма внушительные лета, я достаточно подвижен. Что же было 30 лет назад? Что было 40? Понимаете, да? И чтобы вот этого коньяку взну садать, никакие оры, никакие... Никогда бы ничего не остановили. Никогда. Но вот она только на меня посмотрит, и все. Я понимаю, что я нехороший поступок какой-то совершил. и чтобы загладить его еду и покупая новую шубу. Для меня спасибо. Вообще, спасибо вам большое. Наверное, сказать, придется, потому что иначе по времени никак. Не потому что наши ребята, которые помогают в охране общественного порядка, скажем, просто жалко ребятам, как бы все завершается. Спасибо вам большое, Мейдрек. Просто вы стояли целый день. Спасибо всем. Здоровья, счастья. У вас в предприятии выражают огромную благодарность за то,